Здравствуйте, Ростислав Исакович, рад вас видеть. Здравствуйте, Павел, я тоже рад вас видеть на фоне баннеров Хайк-Инститют и в рамках вашего курса «Здравый смысл экономики». Я очень-очень рад. Взаимно, я тоже очень рад. Действительно, хотелось бы поприветствовать всех участников «Здравого смысла экономики». Сегодня, если можно так выразиться, у нас уникальный проект, потому что мы будем говорить с вами об одном забытом, но тем не менее выдающемся экономисте, без которого бы не произошло нынешнее мероприятие, а именно курс «Здравый смысл экономики». Потому что, открою секрет, когда я выбирал название для этого проекта, меня вдохновила книга и сам образ этого автора. Но для того, чтобы, что называется, не отнимать у сегодняшнего нашего гостя возможность рассказать об этом человеке, я непосредственно перейду к вопросам. Кроме того, хотел бы сказать, что если у вас возникли вопросы к Ростиславу Исаковичу в процессе, то под этим видео задавайте эти вопросы, и мы их потом так или иначе обсудим. Кроме того, припринт, который недавно был опубликован Ростиславом Исаковичем об этом экономисте, вы также можете найти под этим видео в описании. Я очень советую вам прочитать, потому что это великолепный образец того, как, мне кажется, нужно писать академические работы сегодня. В частности, по истории экономической мысли, но не только. Я начну с первого вопроса, который является, в общем, простым, но при этом довольно широким. Who is Mr. Wickstead? Ну, мой ответ будет достаточно протяженным. То есть я попытаюсь рассказать кратко его научную биографию, но если по ходу моего рассказа у вас, Павел, возникнут какие-то вопросы с тем, чтобы я уточнил те или иные моменты, я, конечно, буду готов это сделать. Филипп Уикстед принадлежит к второму поколению маржиналистов. То есть если первым поколением маржиналистов мы считаем Джеванса в Великобритании, Менгера в Австрии и Вальраса во Франции, то второе поколение маржиналистов – это Маршалл и Эджворд в Великобритании, это Паретта в Италии и Франции, это Бембаверк и Визер в Австрии, и вот еще один представитель второго поколения маржиналистов – это Филипп Уикстед тоже из Великобритании. Я должен сказать, что несмотря на то, что его редко вспоминают и мало кто знает, на самом деле, когда составители антологий, выдающиеся экономисты мира составляют, то Филипп Уикстед всегда входит в число вот этих великих экономистов. Ну, я думаю, что наш разговор о нем, возможно, и пояснит, почему его фигура сейчас малоизвестна, и о нем вспоминают не очень часто. Я полагаю, что Филипп Уикстед – это один из самых необычных экономистов на всем протяжении существования экономической теории, а, может быть, вообще самый необычный. Дело в том, что он не был профессиональным экономистом первую половину своей жизни и стал им только в 40 лет в результате самообразования. Но вообще этот человек был уникален во многих и многих отношениях. Он родился в 1844 году в семье унитарианского священника. И он пошел по стопам отца и тоже получил теологическое образование. В течение 20 лет потом проповедовал в нескольких унитарианских церквях Лондона. Но, помимо этого, он был человеком просто феноменально разносторонних интересов и потрясающей работоспособности. Он считался главным дантоведом Великобритании того времени. И его друг Бернард Шоу говорил, что Данте был профессией Уикстида, а экономика была его хобби. Он переводил и комментировал труды Аристотеля и Фомы Аквинского. Он читал лекции о творчестве Ипсона, Водсворда и так далее. После него осталось несколько томов проповедей, с которыми он выступал в тех церквях, где он служил. И вообще он был такой человек, ну что ли, социально неуспокойный, реформаторского такого настроя. Он всю жизнь занимался, интересовался социальными вопросами и писал статьи по злободневным вопросам социальной и политической жизни того времени. И его обращение к занятиям экономической теории произошло достаточно случайно. На одном из конгрессов унитарианских церквей, по-моему, в Шотландии, один его знакомый подсунул ему книгу Генри Джорджа «Прогресс и бедность». И, возвращаясь в поезде оттуда в Лондон, ее Викстит проглотил, и, как он сам впоследствии писал, она воспламенила мой мозг. Он стал вот таким активным джорджианцем. А я напомню нашим слушателям, что ключевая идея Генри Джорджа состояла в том, что причина бедности в обществах того времени – это земельная собственность. Это частная собственность на землю. И она не только порождает бедность, но и спекуляции с землей с точки зрения Джорджа – это есть источник, как бы мы сейчас сказали, экономического цикла, экономических депрессий, как тогда выражалось. И его центральная идея состояла в том, чтобы постепенно размывать частную собственность на землю путем установления на нее высокого налога. И этот налог должен быть настолько высок, что позволит освободиться от всех других видов налога. И вот идея единого налога, идея социализации земли, они захватили воображение Уикстида, он вступает в переписку с Джорджем, он начинает выступать и писать статьи в защиту джорджианской программы, он выступает одним из инициаторов создания общества по национализации, социализации земли Великобритании. И, как пишут комментаторы, до конца своих дней он не расставался с этой идеей социализации земли, то есть устранения частной собственности на землю, хотя и перестал с определенного момента активно выступать с этой идеей. И он столкнулся с ситуацией, хотя он выступает в защиту Джорджа, в защиту его идей, многие профессиональные экономисты критикуют Джорджа, относятся к нему так полуиронически, и Уикстит решил разобраться, а в чем вообще причина такого отношения, и есть ли у нее основания. А надо сказать, что уже до этого он крайне критично относился к классической политической экономии. В одном из писем Джорджа он писал, что «я давно пришел к убеждению, что в основании этой науки лежит глубокое заблуждение или глубокие заблуждения, и эта наука не способна нам объяснить ни природу, ни происхождение экономических депрессий, и вообще вот диктатура идей Милля представлялась ему абсолютно контрпродуктивной. То есть он выступал еще до знакомства с идеями Джорджа таким резким противником классической политэкономии и ее представителей, которые являлись его современниками. И он, пытаясь разобраться, откуда идет такое отношение профессиональных экономистов к программе Джорджа, он попросил своего знакомого, очень известного экономиста, ученика Маршалла Фоксвелла, дать ему какие-то книги по современной экономической теории. Тот дал ему книгу Джеванса «Теория политической экономии», и произошло как бы полное обращение Джеванса. Он ее внимательнейшим образом изучил. Потом экземпляр, который принадлежал Уиксиду, попал в руки Робинса, и он говорил, что буквально каждая страница, она переполнена заметками, и видно, как тщательно он изучал книгу Джеванса. И с этого момента Уиксид осознает, что его представление о современном состоянии экономической теории было неполным, что он до сих пор игнорировал важнейшие, новейшие явления в развитии экономической теории, и что все не сводится к идеям Миля и эпигонам классической политической экономики. И он с этого момента становится таким последовательным продолжателем идей и дела Джеванса. Надо сказать, что это ставило его в не очень хорошее положение в тогдашних кругах профессиональных экономистов, потому что большинство профессиональных экономистов того времени относились к Джевансу крайне отрицательно. Ну, во-первых, это было связано с тем, что Джеванс, а вслед за ним Уиксид, они резко негативно относились к классической политической экономии и, прежде всего, к идеям Рикарда, тогда как, например, Маршалл и его ученики и другие экономисты того времени, они все равно, в общем, считали Рикарда таким прародителем экономической теории и считали себя, ну, как бы продолжателями его анализа и разделяли многие его идеи. Во-вторых, если в глазах Джеванса, австрийских экономистов и Уиксида маржиналистская революция, это была действительно революцией, и Уиксид сам про себя говорил, что он выступает в качестве революционера в области теории, то для маршалианцев это был эволюционный процесс, а самого Рикарда они считали в каком-то смысле первопроходцем идеи предельного анализа, имеется в виду его теория ренты и так далее. Ну и в-третьих, если Джеванс, если Уиксид, как и австрийцы, он четко придерживался субъективистской теории издержек, теории opportunity costs, альтернативных издержек, то маршалы и маршалианцы, они разделяли теорию реальных издержек, то есть они относились к издержкам как к каким-то реальным затратам, а не к упущенным возможностям, как это понимал Уиксид и экономисты австрийской школы. По всем этим линиям существовало жесткое противостояние, поэтому историки экономической мысли говорят, что Уиксид был единственным истинным последователем Джеванса в британской экономической науке того времени. То есть он в этом смысле находился в каком-то смысле на периферии тогдашней британской экономической науки, и Шумпетер писал о нем, что он находился несколько в стороне от сообщества профессиональных экономистов. И надо сказать, что Уиксид был человеком просто поразительной скромности. Он никогда себе не приписывал никаких оригинальных идей. Он считал, что он просто толкователь, излагатель, комментатор идей Джеванса. И даже когда он выдвигал абсолютно новые идеи, он все равно предпочитал находить каких-то предшественников и отдавать приоритет на выдвижение этих идей им. И, собственно, первая его статья в качестве профессионального экономиста, она датируется 1984 годом, когда ему уже было 40 лет. Это была статья, как ни парадоксально, посвященная критике теории Маркса. И, таким образом, первая встреча маржинализма и марксизма произошла на страницах небольшой 20-страничной статьи Уиксида. Примерно в том же году вышел первый том теории капитала и процента Бюмбаверка. И там одна глава тоже была посвящена критике теории эксплуатации Маркса и Радбертуса. Но это было, во-первых, по-немецки. Во-вторых, это была книга, а не статья. Поэтому критика Бюмбаверка постепенно доходила до британских экономистов. И так что первопроходцем такой маржиналистской критики марксизма нужно считать Уиксида. Павел, я уже достаточно долго говорю, поэтому я готов прервать, я готов, во-первых, продолжать рассказ о творческом пути Уиксида. Но я готов, может быть, вы хотите задать мне какой-то вопрос и направить меня в какое-то конкретное направление. Рассказ Исаакович, я вообще, конечно, предполагал, что мы действительно немножко поговорим о всем периоде творчества, потом уже поговорим о деталях. Но я так понимаю, что вот эта первая часть, про которую вы говорили, это часть, заканчивающаяся на статье про Маркса. Ну, давайте так поступим. Все-таки наши слушатели не все знают о том, чем прежде всего известен Виксит своими трудами азбука экономики и здравый смысл. Как бы завершим такой беглый обзор его биографии, а потом перейдем к моим вопросам, которых действительно много бы накопилось, но было бы логично не останавливать вас, а, что называется, рассказать об этой уникальной судьбе. Хорошо, хорошо. Перу Уикстида принадлежит три больших книги. Первая книга называется «Азбука экономической науки». Он считал, что она целиком комментаторская, целиком вот такая популяризаторская. В ней он излагал теорию Джеванса с какими-то своими дополнениями, уточнениями. Вслед за Джевансом он считал, что экономическая наука, конечно же, должна быть точной и перелагаться на язык математических формул. И он первой частью своей книги сделал такой краткий курс дифференциального исчисления, чем, по-видимому, оттолкнул от себя потенциальных читателей. И, по-видимому, эту книгу прочло очень немного людей. Значит, в этой книге он опять-таки отказывается от любых претензий на оригинальность. Он излагает теорию предельной полезности в версии Джеванса. Важная вещь, которая чисто терминологическая, которую он осуществляет в этой книге, он отказывается от неуклюжего термина Джеванса final degree of utility и вводит в оборот тот термин, которым мы пользуемся до сих пор, marginal utility, предельная полезность. То есть, по крайней мере, в англоязычном мире он является отцом вот этого термина, который сохранился до сих пор и по имени которого, собственно, и называется это направление экономической мысли. То есть, в первой своей книге Уикстит систематизирует идеи Джеванса. Основной упор он делает на теории спроса. Сквозной нитью через его текст проходит четкое различение между предельной полезностью и общей полезностью. Понятно, насколько это важно. Потому что, возможно, наши слушатели не знают, но именно это смешение исторически было главным контраргументом против теории полезности в предыдущий, я не знаю, век или даже больше. Я не буду вдаваться в подробности этого парадокса, но это, тем не менее, так. Вторая его крупная работа – это о координации законов распределения. В то время многие экономисты начали переходить и интересоваться не только и не столько проблемами теории спроса, сколько проблемами теории предложения или распределения. То есть их стали интересовать не только и не столько законы установления цен на товары и услуги, сколько законы установления цен на факторы производства. То есть законы формирования доходов различных факторов труда, земли и капитала. И в то время, ну, по выражению самого Викстида в этой области, эта область выглядела как авгиевик конюшни, потому что разные люди предлагали разные подходы. Но, в общем, было два крупных недостатка. Во-первых, для каждого фактора производства предлагалось свое теоретическое объяснение, свой закон формирования доходов от данного фактора. И, во-вторых, всегда выделялся какой-то фактор, для которого вообще никакого теоретического объяснения не предлагалось. Он назывался остаточным. То есть это фактор, который получает доход, который остается после того, как вы из ценности продукта вычли доходы остальных факторов. Вы вычли из ценности продукта доход на капитал и доход на землю, вы получили доход на заработную плату. Или наоборот. Вы вычли из ценности продукта доход капитала и доход труда и получили земельную ренту. Для нее никаких объяснений мы не предлагаем, а просто говорим. Это остаток, это остаточный доход. И именно в своей второй работе Уикстит преодолел все эти недостатки теории распределения, которые существовали в то время. И он вел критику с позицией маржиналистской теории, с позицией теории предельной производительности. Он показал, что если мы принимаем теорию предельной производительности, то, во-первых, у нас появляется общий принцип для понимания того, как формируются доходы всех факторов. Доход любого фактора. Есть предельная отдача от данного фактора, умноженная на его количество. И второе, это вот и было главным достижением Уикстита. Он решил проблему исчерпания ценности продукта. Он показал, что если мы просуммируем так понимаемые доходы всех трех факторов, то они исчерпают ценность продукта. То есть сумма доходов факторов будет равна ценности продукта и, стало быть, на долю остаточного фактора вообще ничего не останется. Сама идея остаточного фактора, остаточного дохода, она просто уходит. Эта работа вызвала очень большой резонанс. Большинство экономистов того времени, они обрушились на Уикстида с критикой. Были обвинения в том, что, дескать, а вот мой приоритет, я об этом говорил раньше, на этом поприще особенно отличился Вальрас, который говорил, что... Но надо сказать, я подчеркиваю, Викст никогда, вот даже в этой работе, он никаких претензий на оригинальность не высказывает. Но прежде всего главным объектом критики оказались математические доказательства решения проблемы исчерпания ценности продукта, которые привел Викстит. Хотя он консультировался аж с тремя математиками. Во-первых, у него дочь была математик, потом был у него один знакомый математик, а в-третьих, он консультировался с известнейшим математиком и статистиком Пирсоном. Ну, все, кто занимается статистикой, знают это имя. И никто ему не подсказал простейший путь, теорему Эйлера, которая легко и элегантно решает эту проблему и подтверждает то, что действительно при тех предпосылках, которые принимал Уикстит, ценность продукта будет полностью исчерпана доходами факторов. И третья, самая крупная его работа, его опус магнус, это «Здравый смысл политической экономии». Книга, которая опубликована была в 1910 году, это 700-страничный трактат, который охватывает, ну, практически все аспекты экономической науки, политические, философские, не только аналитические. В ней, ну, главная задумка, которая стояла за написанием этой книги, это бросить вызов гегемонии маршлянской теории. Она задумывалась как ответ, как альтернатива принципам экономической науки маршала, то есть это попытка воссоздать все здание экономической науки на немаршлянской основе. Сам, ну, уже ясно из предыдущего, что сам Уикстит относился к идеям маршала и к его ученикам крайне критично. Он говорил, это школа апологетов, а мы революционеры. Значит, ну, здесь уже Уикстит не использует совсем математики, и Робинс писал, что это лучшее нематематическое изложение идей чистой экономии, как она понимается маржиналистской теорией. И, ну, я бы сказал так, что в истории любой, ну, по крайней мере, экономической науки есть такой парадокс, что первоначально интерес вызывают те идеи, которые могут войти в технический аппарат экономической теории. Они абсорбируются. Ну, кто был их первым автором, об этом, в общем, забывается. Они просто начинают использоваться по умолчанию. А в дальней ретроспективе на первый план выступают и становятся нам интересны идеи, которые современникам казались, ну, какими-то, ну, второстепенными и не привлекающими интерес, не решающими те главные проблемы, на решение которых было направлено их внимание. То есть вот методологические и философские аспекты экономического анализа, которым, обсуждению которых Виксит посвятил много места в своем здравом смысле экономической, политической экономии. Вот сейчас в наших глазах они как бы выдвигаются и становятся нам интересны, потому что оказывается, что экономическая наука по ходу своего развития прошла какие-то интересные развилки, прошла мимо них, не подняла тех идей, которые могли бы направить развитие экономической теории по другому пути. И Фридрих Хайк писал о том, что если бы британские экономисты того времени приняли за основу исследовательскую программу не Маршала, а Уикстида, то, возможно, и все развитие экономической науки пошло по другой траектории. Уикстида очень часто называют британским австрийцем, хотя прямые контакты между ним и представителями австрийской школы были минимальны, но здесь действительно между ними обнаруживается глубокое концептуальное родство. Ну, первое, это и он, и они были сторонниками последовательно субъективистского подхода в экономической теории и защитниками идеи альтернативных издержек, апатинити кост, как антипода маршалианскому подходу с его идей реальных издержек. Во-вторых, и австрийцы, и Уикстида, они отвергали идею хомоэкономикуса, который в то время понимался как эгоист, который стремился получить максимум удовольствия от потребления материальных вещей. И в-третьих, и австрийцы, и Уикстида понимали конкуренцию как динамический процесс. Ну, я не знаю, может быть, я либо могу добавить, либо мы можем перейти к этому попозже. Вот почему же здравый смысл? Да, хорошо. Спасибо, Ростислав Александрович. Давайте так поступим. Мы сейчас немножко пообсуждаем, а ответ на вопрос, почему здравый смысл, мы, что называется, на финал оставим, на десерт. Хорошо, хорошо. Чтобы сохранить интригу, почему же называется здравый смысл, и в чем величие и значение этой книги. Я действительно хотел бы обратить внимание, в вашем припринте говорится о том, что, в общем, мало ссылаются друг на друга австрийцы и Уикстид. Практически не ссылаются. По-моему, такая фраза в вашем припринте содержится, действительно редко можно найти упоминания о Уикстиде. Вот замечательно, что вы процедировали Хаека, по-моему, этой цитаты я не видел в припринте. И сам Уикстид не так часто упоминает австрийцев. И это при том, что... Я могу уточнить. Да-да-да, давайте уточним, а потом я задам вопрос. Австрийцы какого поколения? Ну, на самом деле, интересно... Когда я говорю об этом, я имею в виду Визера и Бенбаверка, прежде всего. Как раз следующее поколение австрийцев, Низес, Хаек, они очень внимательно к нему отнеслись. Он на них очень сильно повлиял. И, собственно говоря, я не знаю, вы считаете, Робинса представителем австрийской школы. Одно время точно. Одно время точно. Ну, Робинс, это вообще говоря, ну, вот, как бы... Английский... Инкарнация Уикстида. И, собственно, то определение предмета экономической науки, который дал Робинс, это просто перефразировка того, что писал Уикстид. И, скажем, все те три автора, которых мы сейчас вспомнили, они относились к идее хомоэкономикуса как некому такому, ну, пережитку давних времен, как, ну, карикатуре, как такому соломиному чучелу под влиянием идеи Уикстида. Потому что они принимали его трактовку в понимании, что такое хомоэкономикус, почему это препятствие на пути теоретического развития дальнейшего в экономике, и как можно выходить за узкие границы вот такого понимания. Нет, я про это имел в виду немножко другое. Я имел в виду как раз таки то, что Уикстид, насколько я понял из припринта вашего выступления, он редко цитировал первого поколения австрийцев Менгера, Бембаверга, Визера, и с чем это можно объяснить, то ли он их не знал, или то ли они были для него не важны, потому что, смотрите, интересный момент, вы сказали, что Джеванс был для него фигурой, через которую он вошел в экономическую теорию, а Хаек в своем предисловии к Менгеру писал о том, что первое издание Джеванса, не Джеванса, а Маршалла, было испещрено ссылками на Менгера, и в этом смысле Менгер очень сильно повлиял первоначально на английскую мысль, а потом это все стало урезаться, все это влияние Менгера стало, то есть в этом смысле он, по всей видимости, должен был читать и что-то слышать про Бембаверга, который параллельно с ним писал «Капитал и процент» в критику Маркса о Менгере, который, по сути дела, свою теорию создавал похожую. Это случайно так произошло, что они не увидели, ну, он не увидел своих собратьев по разуму. Ну, я не знаю, я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, во-первых, потому что это требует очень таких тонких исторических или даже архивных изысканий, но я хочу сказать, что и австрийцы, старшие, на него ссылались, вспоминали о нем крайне редко. Мне кажется, что это два параллельных пути, потому что если смотреть на маржиналистов первого поколения, то на самом деле перекличек между Джевансом и Менгером достаточно много. И мы не знаем, куда бы пошла мысль самого Джеванса, если бы он прожил подольше, но то, что сам Уиксит из нее извлек именно такие субъективистские уроки, говорит о том, что в общем здесь действительно был некий параллелизм, не столько взаимовлияние, сколько параллелизм, и это важно подчеркнуть еще потому, что австрийскую школу и вообще субъективистский правильно будет сказать, субъективистский подход очень тесно связывают, ассоциируют с философией свободного рынка, политикой ЛСФР и так далее. А в общем Уиксит, придерживаясь практически тех же теоретических воззрений, он в сфере политики, он был гораздо большим таким реформатором человеком заботившимся о решении социального вопроса, он был левым людям того времени, совершенно не чужой. То есть можно в каком-то смысле отнести к Фабианцам, тем более, что он дружил с Бернардом Шоу. Думаю, что обе стороны бы не согласились, потому что хотя Уиксит пытался Фабианцев на определенной этапе их развития считать, что они приняли теорию предельной полезности и как бы он их перевоспитал, пропагандировал, но сами-то они это отрицали и считали, что нет-нет-нет, мы не соратники новой экономической школы, нет, мы придерживаемся других воззрений, но, конечно же, они в этом смысле имели в виду прежде всего практически политические рецепты, потому что в области теории они не были профессиональными экономистами, по большому счету, все они в этом смысле что-то принимали из того, что существовало. Если первоначально их симпатии были обращены к Марксу, то под влиянием критики Уикстеда они Маркса забросили либо на 100%, либо на 50%, они стали принимать теорию предельной полезности, но при этом их реформаторский пыл, их социалистические устремления, они никуда не делись. Да, очень важное наблюдение. Рассказ Вы в своем припринте проводите выступления и много параллелей с австрийской школой. Если позволите, я попытаюсь три момента вычинить, которые, на мой взгляд, отличают подход Уикстеда от австрийской школы. Один из них теоретический, другой методологический, а третий политический. Наверное, логично начать с теоретического. Хорошо. Известно, что, и Вы об этом в припринте упоминаете, что Джеванс на определенном периоде, в общем, наверное, и практически до конца своей неожиданной смерти, придерживался такого гедонистического подхода к экономической теории. То есть, гедонистическая арифметика, вот эта калькуляция полезностей, сложение полезности одного индивида или одного индивида в разные моменты. То есть, в общем, это была одна из проблем английской политэкономии. Вот как бы Вы описали, насколько я понял, все-таки тут была эволюция у Викстида, он немножко отошел. В какой степени он отошел? Потому что у австрийцев этого не было с самого начала. Потому что у Менгера... Он не немножко отошел, он полностью отошел. То есть, он приезжал, признал кардиналистскую теорию, ардиналистскую теорию, он признал в качестве основы. Ну, на самом деле, можно сказать, что, хотя, может быть, историки экономической мысли со мной не согласятся, но на самом деле, ну вот, в строгом смысле слова, идея ординалистского подхода, это прежде всего Парета и Викстит. Потому что уже сам отказ от терминологии Джеванса и даже в своих поздних работах Викстит отказывается от термина marginal utility, он говорит о marginal significance и он объясняет такой переход тем, чтобы освободиться от любых ассоциаций с гидонистическим подходом. И он подчеркивает, что предельный анализ может объяснять гидонистическое поведение, но это не значит, что он объясняет только его и зависит только от гидонистических предпосылков. И я пишу, если я правильно помню в припринте, что Викстит перевел теорию предельной полезности с языка количественных величин на язык предпочтений и выборов. Вот слово предпочтения это в значительной степени вошло в лексикон экономистов не только благодаря, но в значительной степени благодаря Викститу. Так что в этом смысле... Он проделал эволюцию. Тут. Ну, я еще раз повторяю. Он человек, который никогда себе не приписывал никакой оригинальности. Но вот такой вот постепенно, да, возможно, что он так считал и в своих как бы ранних работах. Просто мы не можем это оттуда увидеть. А впоследствии он писал об этом открыто. Ну, вот это интересно связано с методологическим подходом. Вы как раз при принте цитируете, что в азбуке он принимает научно-исследовательскую программу Джеванса о том, что математические методы должны использоваться активно для экономической теории. При этом в первой работе я так понимаю, что все-таки гедонистические моменты как раз-таки были. Это просто к тому, что известная особенность австрийской школы, еще от Менгера и Бюмбеверка идущая, это то, что австрийцы игнорировали или практически сдвигали к минимуму использование математических методов в экономике. То есть в этом смысле он был ближе скорее к австрийцам в своей симпатии к математическим методам в экономике в экономической теории или ближе к Джевансу того гедонистического периода? Это мое предположение. Я думаю, что он был посередине. Я думаю, что он допускал и то, и другое и, скажем, в здравом смысле никаких формул, никакой математики нет, но это может быть связано с тем, что это была книга, обращенная к широкой читательской аудитории, непрофессиональной. Я не думаю, что он отказался от идеи, что при необходимости и по возможности нужно формализовывать положение экономической теории и, собственно, пик его, так сказать, математических изысканий это его очерк координации законов распределения. Это чисто математическая работа. Я вам отвечу еще и так. Трудно человеку, который не имеет профессионального математического образования, быть математическим экономистом. А таких много было в 19 веке. Вот такое житейское наблюдение. Он вот такой самоучка, который все преодолевал собственными силами. Да, замечательно. Спасибо, Радислав Сегович. Вы знаете, какой момент мне, может быть, бросился в глаза или мне показалось, что он имеет место быть? Я прочитал припринт внимательно и сейчас не могу вспомнить, встречается ли хотя бы раз упоминание слова предприниматель, предпринимательское и что-то производное от этого. Я хотел бы спросить вас вот по какому моменту. Вот в здравом смысле Викстит старается уже всю систему создать. Просто по вашему припринту складывается впечатление, что основной предмет его интереса был связан с такими факторами производства, как тот же самый труд, остаточный доход, роль неопределенности и предпринимательской функции, которая очень важна для австрийцев. Я не услышал и не увидел. Была ли теория предпринимательства в том или ином виде в версии Викстита? Если я ничего не путаю, то, по крайней мере, то, что люди принимают решения в условиях неопределенности, это как бы его представление. И сам факт, что люди себя никогда не ведут как полностью рациональные существа, об этом говорит. он писал не о предпринимателях, а о деловых людях, о бизнесменах. Наверное, теории предпринимательства в том смысле, как это было у Кантильона или у австрийцев. Или даже у Шампетера. Ну, у Шампетера это по-другому. Согласен, согласен. Кантильоновской версии у него не было. Про Кантильона он, скорее всего, не знал. Это по-другому. Да. Наверное, у него не было. Во всяком случае, это, ну вот, и я не заметил, и историки экономической мысли не выдвигают как некое вот такое важный пункт его исследовательской программы. Но сам факт, что он понимал конкуренцию как динамический процесс, опять-таки роднит его с тем, что делали австрийцы. Да, спасибо. И вот еще тогда уточняющий вопрос в продолжение, может быть, специфики в Икстеде по сравнению с австрийской школой. У австрийцев всегда вопросы теории денег были в центре внимания. Менгер посвятил одну из первых глав своего трактата деньгам. Деньги были предметом интереса и Бембаверка. Мизос написал первый трактат о деньгах. То есть, иначе говоря, деньги вводились в качестве теоретического инструмента достаточно на ранних этапах анализа. Судя по вашему припринту и вот тому, что я почитал в здравом смысле Икстеда, у него денежная теория, она скорее носит второстепенный характер. Есть ли какая-то более-менее четкая позиция у Икстеда по вопросам денег? Вы знаете, насколько я знаю и помню, эта проблематика всегда интересовала Икстеда лишь постольку поскольку и историки мысли подчеркивают, что его представления касающиеся теории денег они носили такой вторичный и заимствованный характер. То есть в этом смысле он никаких продвижений и никакого оригинального слова не сказал. Понятно. Ну и, наверное, главный момент, с которым тяжело не согласиться как отличие австрийской школы это, конечно же, отношение к теории Генри Джорджа. Потому что Генри Джордж это не только некая социальная политика, но и теория, конечно же, ренты. Кстати, интересный момент. Мизес, когда он переехал из Австрии в США в 1940 году, переписал единственную главу в трактате, который потом стал известен как «Человеческая деятельность». В 1940 году там был в этом трактате раздел целый посвящен Отмарушпану. Отмарушпан экономист много говорящий немецкоязычной публики, но ничего не говорящий американской. Он выбросил эту главу из немецкой книги и в 1949 году заменил эту главу с критикой Шпана. Если вы не в курсе, это такой вот методологический холист, абсолютный антипод Мизеса. Я имею в виду публики, которые нас слушают, чтобы они понимали, насколько эта фигура сопоставима для Мизеса. А потому что он заменил Джорджем. Да-да-да. В том смысле, что он выбросил Шпана. Он такой протонацист. Можно так сказать. Я мягко выразился. Вообще, да, действительно. Может быть, даже не прото. Так вот, Мизес выбросил главу, посвященную Шпану, и написал очень большую главу, посвященную критике Генри Джорджа, его теории. Именно теории ренты, которая лежала в основе его политики. А вопрос у меня все-таки такой. Как человек, критиковавший Маркса, критиковавший трудовую теорию ценности для, в общем, Генри Джорджа элементы классической политэкономии имели большое значение. Как можно совместить убежденность в необходимости национализации Земли, пускай и постепенной, с теорией предельной полезности, которая соединима с австрийской школой? Возможно это или нет? Ну, как мы видим в случае Уикстеда, это возможно. Но я бы говорил в данном случае не о теории предельной полезности, а о теории предельной производительности. То есть одним из создателей этой теории является Уикстед, и этот сам факт говорит о том, что, естественно, на теоретическом уровне представления Джорджа им не разделялись. А речь идет о прагматике. Я должен сказать, что отчасти здесь возможно существовало что-то вроде оптической иллюзии. То есть в национальном доходе Великобритании земельная рента занимала в начале 19 века огромное место. И покуда не отменили хлебные законы, она, ее абсолютная относительная величина была просто огромной. После отмены хлебных законов земельная рента стала постепенно съеживаться, но современники не улавливали этого процесса, не осознавали его в полной мере, и в их глазах земельная рента оказывалась едва ли не главным источником экономического неравенства в обществе. И в этом смысле я вам скажу, вы напрасно думаете, что Уиксен был единственным маржиналистом, который прижаловался идеей национализации земли. У него-то это был мягкий вариант Вальрас. С австрицами, сравнивая с австрицами, он был единственным австрицем, он же все-таки австриц, хоть английский, он единственный австриц. Но я еще раз повторяю, мне кажется, что здесь все дело вот в такой оптической иллюзии, когда уже рента теряла все больше и больше свое значение с точки зрения источника дохода, и она занимала в национальном доходе все меньше и меньше места, то по традиции, по инерции все равно земельный класс и доход, который он получает, все равно продолжал рассматриваться как, понимаете, можно считать, ведь здесь еще очень важно проводить различия между аналитическими и этическими аспектами. Мы можем считать, что рента это доход, который целиком объясним в рамках теории предельной производительности, но тем не менее не считать, что этически получателями этого дохода должны быть частные лица. Это вообще выходит за пределы экономической теории. А то с другим жестко не связано. С точки зрения объяснительной схемы, это теория предельной производительности, и здесь все маржиналисты с этим рано или поздно согласились. А с точки зрения этической, здесь могли быть разные позиции, но я еще раз повторяю, хотя Уикстит видимо придерживался вот этой джаджирской программы практических действий до конца жизни, он активно выступать в ее поддержку перестал с определенного момента. Но я еще раз повторяю, это дело не только в теории, но и в этике. Я согласен. Потому что множество людей считали, что в том числе и анархических и либертуаристских, что земля это некий общий ресурс, данный от Бога, и доходы от него должны принадлежать всем. Под влиянием Джорджа, может быть, и без его влияния, только увидев в нем некое теоретическое обоснование, такой же позиции придерживался Лев Толстой. Да-да-да. Но хотя если открыть книгу Генри Джорджа и посмотреть, как капитализм порождает эту ренту, вы найдете, что это, по сути дела, марксовый подход к росту расслоения богатых и бедных. То есть, это перенесение схем марксовой теории на то, что доход получают только владельцы земли. То есть, собственно, там схема критика капитализма, она, конечно же, несовместима с австрийской школой и Менгера, и кого угодно. То есть, очевидно, что это другая теория. Но она зато совместима с определенным институциональными условиями, которые были, по крайней мере, до первой трети девятнадцатого века, когда действительно основными выгодоприобретателями от экономического прогресса, как ни странно, оказывались владельцы земли. Вот здесь как раз у меня вопрос возникает, потому что Мизес, например, в трактате «Человеческая деятельность» четко говорит, что нету такого реального класса, как капиталисты, как рабочие, наемные, как предприниматели. Предпринимательская функция, функция рабочего, функция капиталиста – это функция, которая рассеяна в обществе, и как бы каждый конкретный индивиду может быть носителем этого. В этом смысле, может быть, это мое такое ощущение. У меня сложилось впечатление, что все-таки для Уикстида характерен такой вот подход, который был характерен и для классового, для классической политэкономии девятнадцатого века. Что вот есть класс землевладельцев, которые выполняют определенную функцию, получают свой доход. И рента – это доход определенного класса. Это не вид или функция в экономическом процессе, а это все-таки связано с определенным классом общества, равно как и рабочие. Это класс общества, который занимается трудом. То есть, наемные рабочие в этом смысле перенимают такой вот агрегатный, что ли, подход от классической политэкономии. Насколько такое наблюдение верно? Я попытаюсь заступиться за традиционный подход. Да, давайте. Все-таки в деятельности вот того, что выделялось в качестве трех классов, что-то преобладает. Конечно, и работник является предпринимателем по отношению к собственному труду, по отношению к собственным способностям он является человеческим капиталистом. Да, да, да. Конечно, конечно, конечно. И к имуществу, к имуществу еще в отношении. Но все-таки он является капиталистом по отношению к своим способностям, а не по отношению к неким внешним активам. И в этом смысле как бы на уровне высокой теории мы не критиковали эту трихотомию, все равно, когда мы переходим к обсуждению более приземленных и практических вещей, мы все равно говорим о работнике. Вот кто я, например, в этой концепции? Капиталист, предприниматель или рабочий? Здесь функции переплетены так, что невозможно выделить основной, абсолютно. Понимаете, в чем дело, но это не значит, что ваш случай преобладающий и наиболее типический. Я думаю, что сегодня почти все так или иначе занесли. Напомню, то, что вы сказали, вы ввели четвертую фигуру предпринимателя. Мы можем сказать, что владелец предприниматель и работник предприниматель и владелец капитала предприниматель, они все предприниматели с определенной точки зрения, но с другой точки зрения, они владельцы некоторых специфических ресурсов, которые позволяют нам их называть предпринимателями тире рабочими или предпринимателями тире владельцами капитала. Я еще раз повторяю, что здесь, на мой взгляд, на уровне самым высоком теоретическом и уровне, так сказать, прикладном рабочим, иногда не обязательно быть стопроцентными теоретическими пуристами. Я бы так сказал. Не всегда это полезно. Иногда нет. Согласен, согласен, Росслав Сагач. Все-таки хотелось бы уточнить по поводу реформизма. Это так вот немножко была задета тема. В какой степени готов был пойти на реформирование системы? То есть выкстит, как и многие люди того времени, считал, что действительно рынок часто отклоняется от того, что было бы правильно. И в какой степени, кроме джорджистских идей, он готов был на постепенное? В принципе, ведь фабий, фабианство, это же тоже идея постепенности. Фабий, это как бы не торопящийся, как-то до слова переводится, фабий. Тем не менее, фабианцы – это социалисты. А выкстит нет. Социалистов не было. Ну, то, что мне известно. Он говорил об этих вещах. Ну, то, что он говорил об этом, мне известно в самый общий форме. То есть он говорил, что, конечно, вмешательство в работу рынка возможно, но это должны быть очень точечные и такие ограниченные случаи, потому что мы привыкли, что к словам Хаека, который назвал рынок чудом. Да. Мы помним этих. Да, да, да. На самом деле, первым, кто назвал чудом рынок, был икстит. И он говорил, что когда мы, если нам, когда мы в полной мере осознаем, как работает эта чудодейственная машина, то нам никогда не захочется ее пересоздавать на полностью запланированной основе. Поэтому я думаю, что для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать, чего я не знаю. Конкретные споры, которые велись среди английских интеллектуалов того времени по тем или иным сюжетам и какую позицию он занимал. Но, во всяком случае, у него же ведь есть даже фраза о том, что рынок никогда не может быть предоставлен самому себе. Потому что рынок – это мир средств, а мир целей, он находится в наших головах. И он в этом смысле, мир целей никогда не может становиться предметом обмена. И в этом смысле мир средств всегда должен оказываться производным от мира целей. И ему принадлежит фраза, которую невозможно представить в устах не только экономистов-австрийцев, а вообще экономистов, что экономика должна быть служанкой социологии. Ну да. Понятно, что само понятие слова «социология» могло тогда пониматься совершенно иначе, но я думаю, он имеет в виду именно некие такие вот… Хотя вы же знаете, что в свое время Мизос хотел назвать свою новую науку не проксиологией, а социологией. Ну да, да. Я понимаю. Так что в тот период времени под социологией можно было понимать практически что угодно. Но, тем не менее, вот там было… Дело в том, что я не знаю, насколько это повлияло на содержательные аспекты Месс-Лю Викстера, но вообще я думаю, что одной из его первых интеллектуальных любовей был Агюст Конт. Это интересно. Все-таки совершенно не хайковское влияние. К здравому смыслу есть эпиграф Хонт. Да-да-да, я на это тоже обратил внимание. Он его неоднократно цитирует, поэтому я думаю, что когда он упоминает социологию, он имеет в виду что-то вроде вот кантианского такого представления. Ростислав Сякович, вы меня слышите, что подключилось? Это я случайно. Да, все-таки вот мне очень хотелось спросить по поводу цитаты Хаека, которые вы сегодня привели, о том, что если бы экономическая теория британская пошла не по пути Маршала, а по пути Викстида, она была бы другой. Ну, про какую она была бы, мы, конечно, не можем рассуждать. Это довольно абсурдное рассуждение. Но вот какой она стала, в чем Хаек увидел бы, и, может быть, вы вслед за ним увидели негативные тенденции маршлянства в 20 веке? То есть почему маршлянство хуже? Ну, очевидно, сравнивая с Викстидом, что это было бы по-другому, он имел в виду, что все-таки не просто по-другому, а лучше, с его точки зрения. Чем маршлянство плохо сказалось на экономической мысли 20 века Британии? Понятно, что я могу тут только гадать. Я, первое чисто теоретическое соображение, которое приходит в голову, оно связано с тем, что благодаря маршлянству утвердился подход частичного равновесия. Значит, я вам скажу вещь, о которой, может быть, вы не знаете. Но главными пропагандистами теории общего равновесия в англоязычном мире в 30-е годы были австрийцы – Хаек и Шампетер. Это первое возможное расхождение. Второе очевидное – это то, что маршлянство – это непоследовательно субъективистский подход. Вообще, относительно того, как маршал в начале своей творческой карьеры относился к идеям теории предельной полезности – это особый разговор, и он очень неоднозначный. Совершенно понятно, что и уикстит, и австрийцы – это последовательные применители понятия «потъюнити костс», которое в маршлянстве, строго говоря, отсутствовало. И у меня есть впечатление, даже когда сейчас говорят экономисты об издержках, хотя они, если их спросить о теоретических основаниях, они обязательно сошлются на альтернативные издержки, реально их понимание маршлянское, то есть это некоторые реальные затраты, реальных ресурсов. Ну, здесь, наверное, уже не столь сильное различие, но все-таки, наверное, оно есть и здесь – это отношение уикстита к модели хомоэкономикуса, допустим, как оно стало пониматься позднее, как абсолютно рациональное, гиперсчетное, гиперинформированное существо. Значит, но здесь очень запутанная история, потому что, если я правильно понимаю, что именно благодаря уикститу вот это представление о человеке как о гиперрациональном существе, оно ушло в межвоенный период в значительной мере под влиянием уикстита. А потом, благодаря Самуэльсону и после войны, благодаря возникновению теории игр, оно вернулось, потому что благодаря теории игр произошло два кардинальных изменения. Я сказал кардинальные, значит, сейчас у меня будет игра слов, потому что, во-первых, это был возврат к неокардиналистской теории полезности. В рамках теории игр всегда речь шла о лотереях, в лотереях всегда речь шла о конкретных денежных суммах, то есть ординалистская теория де-факто ушла в значительной мере под влиянием теории игр, ее распространения и постепенное ее овладевание умами экономистов. И второе, благодаря теории игр, если раньше экономисты в общем считали, что их дело объяснять не поведение отдельных людей, а поведение неких совокупностей, поведение рынка, некое массовидное групповое поведение, где даже если отдельные люди нерациональные, ошибаются, то рынок является тем институтом, который, во-первых, учит людей рациональности, а во-вторых, самые крайние случаи нерациональности отбраковывают. Значит, это понимание в теории игр не могло сохраниться по той простой причине, что участниками игр являются индивиды. И, соответственно, они были наделены первоначально, стали пониматься как сверхрациональные существа, а потом критика, этого представления, ну вот, она шла-шла-шла и постепенно привела к поведению к поведенческой экономике, да. Но я могу ошибаться, я не занимался этим специально, но у меня есть впечатление, что как бы возрождение вот такого гиперрационального хомоэкономикуса, который был перечеркнут Уикстедом, оно произошло благодаря, ну, Самуэльсону, но прежде всего благодаря теории игр в послевоенный период. И корень идет все-таки от маршала в каком-то степени. Ну, то есть то, что Хайк сказал. От маршала, от Найта, трудно сказать. Это как-то вот все шло под, ну, по крайней мере, дело в том, что у маршала понимание, чем должна заниматься экономика, оно нельзя сказать, что он отрицал какие-то формы нерационального поведения. У него все было и хитрее. Он говорил о том, что экономическая наука занимается поведением людей в той степени, в которой результаты этого поведения поддаются денежному измерению. Это тоже сужение поля экономической науки, но это другое сужение. Это не то, что было у Милля и не то, о чем мы говорим применительно, скажем, к сегодняшней экономической науке. Но это представление маршала, как вы понимаете, оно, так сказать, не прижилось. Но при этом он не исключал, что люди, которые, чье поведение мы измеряем в деньгах, могут вести себя чудным образом. Ну да, согласен. Понимаете, его нельзя назвать не только Уикстида, но и маршала, нельзя назвать сторонником представления о человеке как о гиперрациональном существе. Да. Последний вопрос. Все-таки возвращаясь к этому высказыванию Хайка, которое вы сейчас так развернуто прокомментировали, о том, что если бы британская мысль пошла не по пути маршала, а по пути Уикстида, она была бы другой. Удивительно, что, отвечая на этот вопрос, вы не упомянули одного маршалянца, ну, по крайней мере, ученика маршала, который серьезно повлиял на английскую мысль, это уж британскую точно, это лорд Кейнс. Можно ли, развивая мысль Хайка о том, что по-другому пошла бы экономическая мысль Британии, если бы не маршал, можно ли сказать, что если бы лорд Кейнс прочитал здравый смысл экономики, он бы не написал свою общую теорию? Я думаю, что он прочитал здравый смысл и положил его на полку. Лорд Кейнс больше всего был озабочен своими собственными оригинальными идеями. Кто бы ни был учителем такого человека, он все равно бы создал некую оригинальную, ни на кого не похожую теорию. Он всегда мыслил, действовал и теоретизировал, исходя из позиции непризнанного гения, хотя это был гений, который был признан всеми. В этом есть парадокс. Нет, я думаю, что здесь прямой связи нет. Но явно, что Хаек был недоволен британской мыслью именно под влиянием Кейнса, потому что мы знаем, что 50-е и 60-е годы британская мысль была полностью заражена кейнсианством. Нет, нет, нет. Я думаю, что вы здесь слишком сильно смешиваете макро- и микроэкономику, потому что я думаю, что когда Хаек делал это высказывание... Он говорил о микроэкономике. Он имел в виду именно то, как развивалось... Правда, в времена Уэксида не было такого разделения. Правильно, именно поэтому. А что касается макроэкономики, то с точки зрения Хаека она в принципе не должна была бы существовать. Хотя я думаю, что и здесь есть некая двусмысленность терминологическая. На самом деле, то, чем занимался Хаек в 30-е годы, с современных позиций вполне описывается как макроэкономика, но макроэкономика с микроэкономическими основаниями. Австрийская, короче говоря, австрийская макроэкономика. Ну, какая разница? Может быть австрийская, может быть не австрийская. Теория рациональных ожиданий или новое кенсианство. Это все версии... Это я имею в виду 30-е годы. В 30-е годы Хаек разработывал особый тип макроэкономики. Но он не забывал, в отличие от Кейнса, о микроэкономических основаниях. А Кейнс в общей теории... Ну, Кейнс тоже в какое-то время не забывал. Но в общей теории это, конечно, был радикальный... Разрыв. Отход. Ну, не разрыв, но отход. И я писал об этом, что у Кейнса в общей теории по существу все экономические агенты, это другая крайность, ведут себя как нерациональные существа. Там, я не знаю, владельцы капитала, инвестора, они подвержены иррациональным волнам оптимизма и пессимизма. Работники не могут отличать реальную заработную плату от номинальной, заботиться об относительной заработной плате и им наплевать на абсолютный уровень заработной платы. И так далее, и так далее. И я писал о том, что, с моей точки зрения, развитие макроэкономики в послевоенный период, оно шло по пути элиминирования этих исходных кенсианских элементов. Да, и потребитель у Кейнса ведет себя нерационально, он не хочет достичь максимального уровня удовлетворения. Он ведет себя по механическому правилу деления дохода на сбережения и потребления. И вот все эти элементы, они постепенно в послевоенный период усилиями разных экономистов стали заменяться типами поведения, у которых есть микроэкономические свойства. Скажем, тот же Фридман, Модельяне, они заменили вот эту функцию потребления Кейнса, которая не имеет отношения к оптимизирующему поведению, действительно, поведением потребителей, имеющих микроэкономические основания. Это же произошло, это сделал Джоргенсон с инвестициями. Ну и постепенно так же произошло и с поведением работников, но я не знаю, в теории рациональных ожиданий. То есть то, что сегодня называется новым кенсианством в этом смысле, оно не имеет к оригинальному Кейнсу никакого отношения, потому что это нечто прямо противоположное с теоретической точки зрения, не с точки зрения рекомендаций и практических советов, как надо регулировать экономику. Ну и последний вопрос. Все-таки почему здравый смысл политэкономии? Дело в том, что у Уикстида, у него был подход оригинальный, насколько я понимаю, никем не разделявшийся, но прямо ортогональный тому, что возобладало потом. Вот есть аксиоматический подход в экономической теории, у нас есть некоторое количество исходных аксиом, из которых мы дедуцируем выводы, 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 потом мы эти выводы, если у нас дойдут руки, сравниваем с эмпирической реальностью, и в зависимости от того, что показала нам эта проверка, мы что-то меняем, ну, прежде всего вот в этих выводах, ну, а уж если совсем дело плохо, то, может быть, что-то поменяем и в исходных аксиомах. У Уикстида прямо противоположный подход. Он считает, что на самом деле базовые принципы экономической теории, они воплощены в повседневной деятельности людей. Его центральным персонажем, его репрезентативным агентом является домохозяйка. Это единственный автор экономических текстов, у которого эталонный экономический агент оказывается женского пола. Таких больше нет. И именно на примерах из житейской практики домохозяйки он иллюстрирует те экономические закономерности, которыми занимается, изучением которых занимается экономическая теория, которые она может устанавливать, проверять, перепроверять и так далее. Таким образом, с точки зрения Уикстида, путь науки лежит так, от простейших житейских случаев, которые любой из нас может наблюдать в повседневной практике, к общим понятиям и потом обратно к эмпирическим каким-то наблюдениям. С точки зрения Уикстида, базовые законы экономического поведения, они инкорпорированы в здравом смысле людей. И задача экономической науки состоит в том, чтобы вытянуть, эксплицировать эти имплицитно содержащиеся в здравом смысле закономерности, как, например, закон обывающей предельной полезности. Он показывает на тысячи примеров, как абсолютно бытовые решения людей, они следуют этому закону. Или закон, при котором равновесие достигается тогда при равенстве предельных полезностей разных благ. Опять-таки, он это иллюстрирует множеством-множеством примеров. И интересное наблюдение, которое он делает в одной работе, состоит в том, что больше всего склонны к мышлению в терминах предельных величин два класса общества. Это, во-первых, бедняки, и, во-вторых, деловые люди. А меньше всего склонны образованный средний класс. И беда экономической науки, что основное число теоретиков, которые ее развивали, они вышли как раз из этого класса, который больше всего чужд мышлению в терминах предельных величин в своей повседневной деятельности. Ну, может быть, это... Если это недостаточный ответ на ваш вопрос, то тогда вы его как бы уточните, конкретизируете. Я думаю, что более чем достаточно. Здравый смысл – это то, чего нам не хватает. Я думаю, по крайней мере, здравый смысл политэкономии. Это то, чем руководствуются люди в своем повседневном поведении. То, что по определению не является ни идеальным, ни совершенным. То есть совершенная рациональность, она несовместима со здравым смыслом. Здравый смысл всегда неполон, он всегда полуошибочен, он всегда экспериментален, он всегда модифицируется по ходу реальной практики людей. Но, тем не менее, люди передают друг другу эти приблизительные правила, потому что они помогают им жить в среде глубокой неопределенности. Я сформулировал бы так. Здравый смысл порождает спонтанный порядок. Ну, можно сказать так, наверное, да. Потому что такие субъекты и творят в конечном итоге те эволюционные процессы, которые Хайек описал, как «spontaneous order». Мне кажется, что здесь перебрасывается мостик от теории Викстеда к теориям Хайека, особенно позднего периода. Наверное, да. Ростислав Александрович, большое вам спасибо за эту беседу, за уникальный припевт. Спасибо, что позвали. И то, что вы назвали свой курс «Здравым смыслом», так сказать, с оглядкой на Филиппа Викстеда, это замечательно. И просто мне это страшно приятно. Большое спасибо. До новых встреч всегда. До новых встреч. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok